И да, мы на семинаре на прошлом занятии, мы с вами говорили о той вещи, как скорость разгона психики и так далее и так далее и так далее, да? А я в этот момент времени пытаюсь изучать магию Харли Дэвидсон, изучаю себе это, изучаю, и потом ночью, где-то в 2 часа ночи, ой, в 5 утра как бы вспоминаю. Что очень странно написаны книги по Харли Дэвидсон, то есть я читаю уже третью книгу, толстую как бы, и они очень странно написаны. Сначала я думал, что это некий американский тип письма, но потом понял, что это не совсем так. И, смотрите, я возвращаюсь глубоко назад в мысли свою, и вспоминаю, что все изобретения человек вытащил из себя. Но здесь получается такая вещь, что он не просто вытащил из себя, а серийно, как с пулемета, вытащил из себя. Еще прикол. Все книги написаны от двигателя. И раз это двигатель, я попытался себе представить, что двигателем человеческим является разум и ядро лицензорной группы. То есть мы как бы имеем два двигателя, которые переключаются постоянно. Разум и, так сказать, вот ядро лицензорной группы в бессознательном состоянии нами движет ядро лицензорной группы. А в сознательном состоянии нами движет, как бы, разум. Без сознательного? Нет, наоборот. Ядро лицензорной группы в бессознательном состоянии. Но это ж только так, как бы, сказали, что, ну, как бы, движет разум. Что там движет-то? Как разум двигает, пожалуйста. То есть, по сути своей, двигают некие настройки. И я попытался, вот, выписать эти настройки. Ну, то есть, по сути, я попытался сравнить движители человека с моторами Харли Девицца. И если у меня движители совпадут, и по количеству, и по качеству, то, вероятно, это даст, ну, определенные ответы на определенные вопросы. А помните, мы начинали все с разгона психики, да? То есть, помните, как вы говорили? Как еще проникнуть в тайну скорости, то есть, управляемости разгона психики? Вот я сейчас показываю, как я это делал, другим способом. Еще раз доказывая, что мое открытие верно, и таким способом можно его доказать для себя. То есть, смотрите, на самом нижнем уровне, там, где 61-й мотор, это в самом начале, человеком движут впечатления. Впечатления – это доменталитетное состояние. То есть, когда человеком движут впечатления, он ребенок. Там, где 74-й мотор, мы уже переходим к страху и впечатлениям. На самом нижнем уровне – лишение двигает человека. Ну, не пойдешь гулять, короче. Да. Ну, не пойдешь гулять, короче. Да. Страх, впечатления. Страх, впечатления. Чуть ниже, там, где он сэволюшивает – это зависть. Там, где 88-й мотор – переживание. Танк, где 96-й мотор – базовый символ. Танк, где 103-й мотор – среда. Двигательом является среда. Танк, где 90-й мотор – прототип. 114-й мотор это философия. 117-й мотор это вера и фанатизм, то есть по странному стечению обстоятельств все двигатели человека, псиники, ровно стали по 21-й век в деятельность Карли Дэвидса. Мало того, то что мы видим это не просто двигатели, то есть правая сторона исследовалась независимо от левой стороны. Это не просто двигатели, это стадии, я бы сказал так, как формирование психики человека. То есть то, что красным написано это стадии формирования психики. Если с левой стороны продемонстрирована эволюция двигателей Харли Дэвидса, то с правой стороны эволюция психики человека с детства. Человек может думать, что им двигает философия, а на самом деле им двигает впечатление. Но думать он может все что угодно, важно, что им на самом деле движет. Продолжение следует. Продолжение следует...